Шуруповерт или дрель? Дрель или перфоратор? Эти вопросы уже давно на слуху. А как насчет менее очевидного противостояния? Шуруповерт или аккумуляторная отвертка? Хоть в целом функции у этих двух устройств и похожи, тем не менее эти инструменты существенно отличаются друг от друга. Чем конкретно мы, конечно же, расскажем и покажем в этом видео, а в качестве примера используем две модели от компании WORX. Отвертку WX240 и шуруповерт WX104.2. Меня, как всегда, зовут Алексей, вы на канале Геон, и мы начинаем. Шуруповерт и аккумуляторную отвертку в большинстве случаев можно отличить уже визуально. Так все шуруповерты имеют форму пистолета, а аккумуляторные отвертки могут быть самыми разными. Г-образными, Т-образными или классическими прямыми, как в нашем случае. Также по сравнению с шуруповертами отвертки обычно имеют меньший размер и вес. Устройство обоих инструментов схожее. Внутри корпуса располагается электродвигатель, аккумуляторная батарея и редуктор. Работа ведется с помощью специальных сменных бит, которые крепятся в патрон. А вот дальше нас уже поджидает самое важное отличие. И имя ему крутящий момент. Измеряется в ньютон-метрах. Чем он выше, тем больше усилия способен создать инструмент. Соответственно, с более высоким крутящим моментом можно работать с крепежными элементами большей длины. Справляться с твердыми поверхностями и в целом выполнять все задачи быстрее. Чуть позже мы проверим все это на практике. У аккумуляторных отверток крутящий момент чаще всего не превышает 6 ньютон-метров. А скорость вращения составляет до 350 оборотов в минуту. Поэтому этот тип инструмента в основном применяется при ремонте техники и сборке мебели. Компактные размеры позволяют выполнять работы даже в узких труднодоступных местах. Оправдано ли использование отвертки для сверления или работы с большими саморезами, мы проверим чуть позже. Шуруповерт – это уже инструмент посерьезнее. Они бывают как аккумуляторные, так и сетевые. Вторые, правда, теперь встречаются намного реже. В основном это самые дешевые модели. По своим техническим характеристикам шуруповерт значительно превосходит электроотвертку. Так, в зависимости от конкретной модели, крутящий момент может составлять от 15 до 150 ньютон-метров. А скорость вращения достигает 1400 оборотов в минуту и выше. Многие модели обладают двумя или тремя скоростными режимами, а также функцией электронного регулирования оборотов. Есть и ряд дополнительных опций, которыми могут быть оснащены шуруповерты. Например, с помощью функции удара можно вкрутить крепление или сделать отверстие в бетоне, кирпиче или твердых породах древесины. А встроенная подсветка позволит лучше увидеть рабочую зону. Благодаря своим широким возможностям шуруповерт может использоваться в самых разных случаях. При ремонте, строительстве, сборке мебели, починке техники. Если модель достаточно мощная, можно выкрутить крепеж практически любой длины. Шуруповерт также может использоваться в качестве дрели для сверления отверстий различного диаметра. Некоторые даже пытаются использовать его для бурения лунок во время зимней рыбалки. Аккумуляторная отвертка у нас представлена моделью WORX WX240. Крутящий момент составляет 2,5 ньютон-метра, а максимальное число оборотов в минуту 300. Есть две ступени вращения – прямое и реверс. Вес всего 266 грамм. Имеется фонарик для освещения рабочей зоны. Размер патрона диаметром 6,35 мм. Позволяет использовать любые шестигранные биты. Оснастка, кстати, уже входит в комплект. Тут есть аж 26 различных насадок. А кроме того, удобный кейс для хранения и USB кабель для зарядки встроенного 4-х вольтового аккумулятора. Шуруповерт у нас тоже аккумуляторный. WORX WX104.2. Забавная деталь – батарея встроенная, хотя по внешнему виду этого не скажешь. Мощность 12 вольт. Этот инструмент уже развивает крутящий момент в 15 ньютон-метрах. А скорость вращения достигает 900 оборотов в минуту. По сравнению с отверткой разница налицо. Но стоит отметить, что в своем классе этот шуруповерт все же начального уровня. На более продвинутые модели у нас тоже выходили видео. Ссылку оставлю в описании. Максимальный диаметр сверления по дереву составляет 14 мм. По металлу – 6 мм. Да, металл им тоже можно сверлить. Есть и светодиодная подсветка. Комплект поставки также не подкачал. Зарядное устройство, магнитный удлинитель, 10 бит, 2 торцевые головки, 3 сверла по металлу и переходник. Ну и также кейс. Теперь к самому интересному. Сравним эти инструменты в работе, чтобы наглядно посмотреть, какая между ними разница. И начнем с лестничного теста. Для этого берем деревянный брус и горсть саморезов разных размеров. Будем вкручивать их по очереди и увидим, как с этим справятся наши модели. Что ж, друзья, давайте затестируем наши инструменты. Начнем с того, что будем загонять саморезы в деревянный брусок. Мы взяли специально разных, от мала до велика. Самый большой у нас даже вот такой вот 90. Я не уверен, что отвертка с ним справится, но как минимум попробовать интересно. Давайте начинать. Начнем вот с такого самого маленького. Очевидно, что шуруповерт с ним справится без проблем. Ну, легко и быстро. Но что покажет аккумуляторная отвертка? Да, конечно, она его также без проблем загнала. Уже заметно, что это немножко медленнее, но тем не менее справляется. Давайте, собственно говоря, увеличивать калибр. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну все небольшие саморезы у нас закрутились без проблем с помощью и шуруповерта, и аккумуляторной отвертки. Конечно, очевидно, что с его помощью это сделать быстрее, да и удобнее, честно говоря. Тем не менее, если вдруг надо закрутить саморез без засверливания в древесину, она с этим справляется. Но справится ли она вот с таким размером? Давайте посмотрим. Саморез практически на всю длину этой балки. Для начала шуруповерт. Честно говоря, я даже немного не ожидал, но мощности ей хватило. Вот полностью оба самореза вошли. В принципе, одинаково выглядит, что с помощью шуруповерта, что с помощью аккумуляторной отвертки. Так, ну теперь давайте попробуем тест со сверлением. Как мы уже говорили, отвертка так-то для этого не подходит. Но раз уж у нас есть такая возможность, почему бы и не попробовать? Тест будет по той же самой концепции. Мы пойдем от меньшего сверла к большему. И посмотрим, получится ли у отвертки с этим справиться. Ну и также визуально сравним работу с шуруповетом. И последнее, самое большое сверло. Ну, очевидно, что шуруповерт справляется с таким диаметром сверла без проблем, даже самого большого. А вот получите ли это у отвертки, давайте проверять. Сначала самая маленькая. Ну, а кстати, доставать их обратно уже не очень удобно, потому что не так сильно битая крепится в отверстие. Получается, когда назад тянете, сверло остается в заготовке. Ну, типа, работает ли эта концепция? Да, работает. Предназначен ли этот инструмент для этого? Нет, абсолютно не предназначен. Самое большое сверло диаметром 9 миллиметров. Ну, давайте посмотрим. Ну, к большому счету, отверстие сделано. Но крайне сомнительно и делать мы так не рекомендуем. Все-таки для мелких каких-то работ этот инструмент хорош, но для подобных вещей он никогда не сможет заменить полноценный шуруповерт. Пришло время закругляться. Что выбрать, аккумуляторную отвертку или шуруповерт, зависит от ваших задач. Отвертка не заменит шуруповерт, однако во многих ситуациях она станет крайне полезным инструментом. Например, в ситуациях, когда нужно винтить или отвинтить крепеж небольшого размера, отремонтировать бытовую технику или собрать мебель. Шуруповерт же более универсальный. Он подойдет для работ с большим объемом, а также может использоваться как дополнительный инструмент при строительстве и ремонте. Ссылки на эти модели вы найдете в описании. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. И подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Не забудьте заглянуть к нам в телеграм, вконтакте и дзен. Там много интересного контента. Я с вами прощаюсь. До новых встреч на канале Геон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова